Добрый день, друзья! Сегодня прошиваю Samsung Galaxy S3 Mini. Это i8190, не включается, висит на заставочке Samsung. Сброс с рекаверием не помогает. Вообще на таких телефонах очень опасно при прошивке слетает EFS раздел, который хранит и мы телефона, и поэтому не работает связь. Восстановить из этого состояния его крайне тяжело. Без него не будет у вас, ну, грубо говоря, это будет просто плеер. Поэтому рекомендуют слить раздел EFS, сделать бэкап его и в случае чего его назад зашить. Но это все делается на включенном телефоне. То есть тут нужен рут, тут нужна отладка по USB. Сейчас мы ее сделать не можем, поэтому я это показывать не буду. Однако предупреждаю вас. И еще предупреждаю вас о том, что все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Никакой ответственности я не несу. Я сейчас буду показывать вам инструкцию, как это сделать, перепрошивку, чтобы он начал работать. Посмотрим. Итак, что нам нужно для прошивки. Сам телефон заряжен ниже, чем на 50% батарейка от этого телефона. Если не уверены, попробуйте подзарядить ее отдельно от телефона, через лягушку, либо какие-то другие вещи. Также установлены драйвера на вашем компьютере. Скачайте с сайта Samsung программу Samsung Kais и драйвера у вас будут. Нужна программа для прошивки. Это программа Один, любой версии. Лучше третий. Например, 3.09, 3.10. Я буду пользоваться какой-то из них. 3.9 или 3.10. Ну, сейчас посмотрим. USB-шнур из комплекта, а также скачанная прошивка. Прошивку будем пробовать качать программой SAMFIRM. Ссылочку я на нее вам дам. Программа пока работает. Возможно, ее ждет судьба такая же, как с NAVI Firm Plus для скачки прошивок Nokia. Так, здесь пишем модель GTI-8190. Как написано у меня. Здесь регион SER. Большими буквами. Галочка на авто. Здесь галочки не надо, потому что будем качать однофайловую прошивку. Если поставите здесь галочку, то у вас качается многофайловая прошивка. Обычно это трехфайловая. Но буду пока... Check Update. Так, найдена прошивка. Вот она, регион SER. Это Россия. XXAMG1. Даунлод. Скачиваем. Весит 663 мегабайт. Дожидаемся. Прогресс бар, когда заполнится полностью. Итак, прошивка скачана. Делаем Decrypt. Так, Decryption Finishes. Можно программу уже закрыть. Прошивка у нас находится в архиве. Прямо здесь же, в папочке с прошивкой. Из архива надо ее достать. Чтобы была в какой-то папочке. И лучше, чтобы символы во всех этих папочках, место, откуда вы будете ее вставлять в программу Один, не содержало кириллических символов. Так, вот она у нас прошивка. Длл-ка рядом с ней должна быть так же, как программой Один. Я буду пользоваться 3.0.9 версией. Видите, вот это инифайлик. Должен быть открываемого. И одновременно можно вставить уже один конец USB-шнура в компьютер. А на телефоне делаем следующее. Вставляем батарейку. Громкость вниз. Вы тут не паникуйте, что у меня разбит на этом телефоне стекло. Ничего страшного. Нажимаем кнопку громкости вниз, минус. Кнопочку Home. И включение. Вибро. Отпускаем включение. Отпускаем все кнопки. И теперь кнопку громкости вверх. Пишем. Смотрим, что здесь было. Вот видите, System Status. Custom. То есть была зашита кастомная прошивка. Сейчас мы будем перешивать, но на официальную. Но я скачал однофайловую прошивку. И думаю, возможно, не получится. Потому что и телефон, чтобы официалить, то есть нормально стала официальная прошивка, нужно прошивать многофайловой. Ну давайте попробуем. В таком состоянии мы второй конец USB-шнура подсоединяем к телефону. Смотрим в программе. Вот в программе у нас появился Компорт номер 3. В PDA часть мы кладем нашу однофайловую прошивку. Она у меня в папке Самфирм, никуда я ее не девал. Сейчас программа его прочитает. Так, галочка Repatrition не должна стоять. Обязательно ее уберите, если вы шьете однофайловой прошивкой. Если будет галочка здесь стоять, то убьете телефон. И нажимаем старт. Пойдет прогресс бар в программе и пойдет прогресс бар на телефоне. Прошивка завершена. Телефон пошел в перезагрузку. Смотрим. Телефон пошел в перезагрузку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что с EFS проблемы не возникло... Ну, вроде и всё... Прошивка завершена успешно... Телефон работает... Посмотрим на наш статус... Вот и всё... Счётчик кастомных прошивок нету... Samsung статус... Систем статус... Официал... Отлично... С задачей мы справились... Ну, а если у вас не получится... Именно однофайловая прошивка... Исправить... Баги... Глюки... Зависания... И тормоза... Ищите многофайловую прошивку... Если на телефоне... Проблема EFS... Поэтому не ловит связь... Вы это можете проверить... Через recovery... Сейчас мы это делать не будем... Вот здесь... Когда лог идёт... Когда вы делаете... Вайп дата... Фактор резет... Вап... Кэш потрешен... Кэш не напишет... Но вайп дата... Когда... Вы будете сбрасывать... Напишет у вас... Что у вас с EFS проблема... Если не напишет... То радуйтесь... Спасибо ребят за внимание... Кто не подписывал... Подписываемся... У меня много интересного на канале... Много инструкций... Много полезного... Чего вы найдёте... Спасибо за внимание... Покедова...